Волшебный вазок Виктор Кротов Окончание пятой главы Мяч сил В обратный путь Вагик снова летел на своем крылатом скакуне. Прыжок вниз, в просвет винтовой лестницы, был даже страшнее, чем прыжок вверх. Но Вагик уже привык быть отважным всадником. Компасу «Да» нашлось место в одной из шкатулок комнаты-сокровищницы. Вагику было интересно, появятся ли слова «Компас «Да» на крышке шкатулки. Появились. Карту странствий Вагик расстелил прямо на столе. Места хватило. Сознатель был неподалеку, но Вагик не хотел пока ни о чем его расспрашивать. После того, как Вагик понял, что он сам может выбирать свой путь, ему уже не терпелось отправиться дальше. В последний момент перед уходом Вагик вытащил компас «Да» из шкатулки и сунул на всякий случай в карман. Пригодится. Выглянув из дверцы, Вагик увидел, что снаружи снова солнечно. Словно и не было никакой грозы, от которой пришлось прятаться в воске. Небо было голубым, солнце и Вагик снова могли улыбнуться друг другу. Время от времени еще налетали порывы ветра, но уже вовсе не такие сильные, чтобы нагнать тучи и помешать путешествию. Лошадка Воленс довольно ловко выпрыгнула из воска наружу. Правда, это была уже прежняя небольшая лошадка, а вовсе не тот крылатый скакун, который летал высоко над горами. Но Вагик знал теперь, на что она способна. Запрячь самому лошадку у Вагика не получилось. Тузик очень хотел помочь, но мог только подбадривать Вагика звонким лаем. На помощь опять пришли хачунчик с магунчиком. Не успел вазок тронуться дальше, как Вагик заметил нечто невероятное. Не так далеко впереди, хотя и в стороне от дорожки, лежал огромный мяч. Это был красавец мяч, состоящий из белых пятиугольников и черных треугольников. Вагик видел по телевизору, как таким мячом играли футболисты на мировом чемпионате. Но этим мячом могли играть только самые великанистые из великанов. Мяч возвышался надо всем. Самое удивительное, что у него был вход. Внутрь мяча были распахнуты решетчатые ворота. «Постой, лошадка Воленс!» – попросил Вагик. «Это же мяч сил! Я видел его на карте! Неужели мы к нему не подойдем?» Он вытащил компас «да». Компас показывал мимо мяча сил. Вагик потряс его, но ничего не изменилось. «Да ну тебя!» – рассердился Вагик. «Раз компас показывает мимо, значит, сознатель с лошадкой Воленс не помогут ему изменить направление дорожки. А самому идти к великанскому мячу было все-таки боязно. Лучше уж всей компанией по дорожке. «Значит, опять нужна карта странствий!» И Вагик бросился обратно к дверце вазка. «Не торопись, Вагик!» – раздался голос сознателя. Но Вагик уже забирался в вазок. Печальный сознатель поплыл за ним. Кто-то протянул Вагику руку, помогая забираться в вазок. Это оказался Маркиз Каприз. «Скорей, скорей!» – подбодрил он Вагика. «Пора нам самим придумывать, чего нам хочется!» И побежал вместе с Вагиком. Внутри мяча. В комнате сокровищницы Вагик поставил компас «Да» на карту странствий. Слово «Да», покачиваясь, показывало на торговые ряды. Сзади в плечо Вагику дышал Маркиз Каприз. «Хочу попасть в мяч сил!» – быстро проговорил Вагик. Он старался не оглядываться на сознателя. Дорожка на карте ожила, задвигалась и изменила свой путь так, чтобы до торговых рядов пройти через мяч сил. Маркиз Каприз захлопал в ладоши. Но компас «Да» все равно показывал вбок от мяча, словно предлагал обогнуть его и выйти сразу к торговым рядам. «Еще один советчик!» – пробурчал Вагик и поспешил наружу. Компас «Да» он положил в шкатулку. Чего на него смотреть? Теперь дорожка шла прямо к мячу сил. Когда Вагик выпрыгнул, лошадка Волин стронула с места в озок. Ветер снова усилился, но теперь он дул не в лицо, а в спину, словно подгонял путешественников вперед. Скоро все они вступили через решетчатые ворота внутрь мяча. Немного задержался в воротах песик Тузик. Что-то ему здесь не нравилось. Он обнюхал ворота. «Вафф! Ты уверен, Вагик, что нам сюда?» – пролаял он. Но задавать этот вопрос было поздно. Ворота плавно закрылись, подталкивая беспокойного Тузика внутрь. Он успел бы выскочить, если бы захотел, но не мог же песик оставить Вагика в таком подозрительном месте. Место казалось песику опасным. Купол мяча сил уходил высоко вверх, но точно так же мяч закруглялся со всех сторон. Здесь было совершенно пусто. Только свет из белых пятиугольников наполнял воздух туманными лучами. Но главное – нигде не было видно выхода. Дорожка велась по стенкам мяча замысловатыми узорами, и проследить их было трудно. А выходить ей было некуда. Да и непонятно было, как двигаться по ней там, где она уходила витками вверх или виднелась даже над головами путешественников. «Вауф!» – озабоченно произнес песик Тузик. Эхо, которому тоже некуда было выбраться из мяча, загудело. «Вауф! Вауф! Вауф!» Эхо откликалось самому себе и становилось все громче. Со всех сторон раздавался лай, грозный и звучный, совсем не похожий на голос Тузика. Всем стало не по себе. Лошадка Воленс остановилась. Песок на волшебной дорожке налился вишневым цветом. Вагик поискал глазами сознателя. Он парил возле дверцы воска и в ответ на взгляд Вагика сказал. На этот раз Вагик справился сам. Тем временем шум затих. Вдруг в наступившей тишине раздался гулкий удар. Мяч сильно тряхнуло. Вагик ухватился за вазок. Тузик подпрыгнул, молча, чтобы не вызвать снова грозное эхо. Лошадка тоже подскочила, чтобы не упасть. И началось. По мячу раздавались удары снаружи. В том месте, куда приходился очередной удар, стенка мяча прогибалась внутрь, словно в нее бил носок гигантского башмака. Мяч подпрыгивал и перекатывался. Тузик и Волинс ловко удерживались на ногах. Они подпрыгивали вверх в момент удара и перескакивали на новое место. Вагику это было труднее. Пару раз он даже шлепнулся на четвереньки. Но ведь песик и лошадка и так уже были на четвереньках. А он старался устоять на двух ногах. Так вот почему это мяч сил пришло Вагику в голову. Это их мяч. Вот они, силы, в него и играют. И здорово по нему лупят. Опаснее всего эти удары были для волшебного воска. Хотя его колеса были словно приклеены к волшебной дорожке, так что он не катился и не опрокидывался, но трясло его с каждым ударом все отчаянней. Внутри слышался треск, что-то там сыпалось, что-то падало. И Вагик бросился в вазок. Сознатель уже поджидал его, придерживая дверцу. Жизнь нетрясения. Внутри воска все ходило ходуном. Повсюду валялись всякие вещи, неизвестно откуда появившиеся. Желтый надувной круг, множество морских камушков, плетеное кресло-качалка, маленькая гитара, белый плюшевый медвежонок. По коридорам бегали разные существа, знакомые и незнакомые. Носился, выставив рожки, зеленок. Шуршал крыльями под потолком змей Гордыныч, опять достигший средних размеров. Перебирал стучащими лапками страх-тарарах. Важный прямоугольный человечек, напоминавший сундук на ножках, собирал рассыпанные линейки, угольники и лекала. Хочунчики и магунчики, видно, растеряли в тряске друг друга. То один, то другой из них пробегал по коридору в поисках напарника. Держаться на ногах здесь Вагику было немного легче. Но его качало вместе с воском, то и дело приходилось хвататься за стены. Один раз его услужливо поддержал змей Гордыныч. Но Вагик отскочил от него и крикнул. «Чего это ты так вырос? Как будто мне есть чем гордиться. Вон что случилось от того, что я своих не слушал. Подумаешь, обычные жизнетрясения!» Обиженно проворчал змей Гордыныч, немного съежившись и поспешил скрыться. Вазок снова тряхнуло. Вагика качнуло от одной стенки к другой, но он расставил ноги пошире и не упал. «Наверное, так моряки ходят на корабле, попавшем в бурю», — подумал он. Вместе с сознателем они добрались до сокровищницы. Со стола ничего пока не попадало, но шкатулка с шапкой-невредимкой съехала на самый край. Вагик подхватил ее и на всякий случай надел шапку на себя. «Надо же!» — он почувствовал, что стал гораздо устойчивее. «Куда же теперь?» — показывает компас «да». Вагик вынул его и поставил на карту странствий, не отнимая руку. Стрелка «да» ожила и развернулась. Но показывала она не вдоль карты, а куда-то вверх. Подумать только! Компас показывал на сознателя, что бы это значило. На самом деле Вагик понимал, что это значит. Он сам на себя сердился, что перестал советоваться с сознателем, что не поверил компасу и не обошел мяч сил. Теперь вазок так трясет, что он может вовсе развалиться. Надо его спасать и без сознателя Вагику не обойтись. Тем более, что сознатель не стал дожидаться от Вагика раскаяний, а просто позвал. «Давай поторопимся! Нам нужно выйти из игры сил!» Терпелюшка. Вагик бежал вслед за сознателем по коридорам воска. На одном из поворотов к ним присоединилась большая пестрая птица. Она летела рядом с Вагиком, поблескивая в его сторону хитрым глазом. Когда сознатель остановился у нужной двери, а вместе с ним остановился и Вагик, птица приземлилась, встала на ноги и превратилась в великого Воу. Все втроем они зашли в комнату. Да и не в комнату вовсе, а в крошечную комнатенку. Зайти туда втроем было не так уж просто. Великий Воу, чтобы не занимать великого места, стал тонким и плоским, как настенный ковер. Надо сказать, это был красивый ковер. Он очень украсил эту коморку. Сознатель всплыл под потолок. И все равно Вагику оказалось нелегко закрыть за собой дверь так, чтобы не побеспокоить хозяина коморки. Это был человечек со спокойным лицом и печальными глазами. Он сидел, скрестив ноги, внутри светлого голубоватого свечения, охватывавшего всю его фигуру. Еле втиснувшись в комнатку и пытаясь закрыть дверь, Вагик неудачно взмахнул рукой и задел человечка за ухо. Задел так крепко, что ухо у того сразу покраснело и слегка опухло. Но удивительно, человечек остался таким же спокойным и неподвижным, только поднял глаза, рассматривая нежданных гостей. В ответ на извинения Вагика он сказал, ничего страшного. И стал ждать, с чем к нему обратятся. «Послушай, терпелюшка, ты ведь чувствуешь игру сил и жизнетрясения?» – начал сознатель. «Силы часто играют в свои игры», – ответил терпелюшка. «Просто вы не всегда это чувствуете». «Не спорю, не спорю. Сейчас важно спасти вазок. Сумеешь?» «Могу попробовать с вашей помощью», – сказал терпелюшка, но не шевельнулся. Заговорил великий Воо. «Там силы совсем разыгрались. Если вазок развалится, они станут играть каждым из нас, как шариком для пинг-понга. Мы будем летать туда-сюда и стукаться друг об друга, представляешь?» Наверное, терпелюшка представил. Он вскочил, а голубое свечение растворилось в воздухе и исчезло. И все вместе побежали к выходу из воска. Выход из игры сил Игра сил была в самом разгаре. Спасаясь от ударов и падений, пёсик Тузик и лошадка Воленс устало прыгали туда-сюда. «Ваф!» – обрадовался Тузик. «Наконец-то, Вагик, ты вернулся! Что будем делать? Ваф!» «Сначала нам нужно попасть в центр меча», – сказал терпелюшка. «Вагик уже однажды двигал волшебную дорожку вместе с сознателем и лошадкой Воленс. Но как же найти здесь центр?» На помощь пришел великий Воу. Он зажег у себя на ладони маленькую розовую звезду и подбросил ее вверх. Звезда порхнула, как бабочка, и замерла на том месте, где было одинаково далеко до всех стенок меча. Глядя на звездочку, Вагик, Сознатель и Воленс изо всех сил хотели, чтобы дорожка приблизилась к ней. Волшебная дорожка двинулась. Еще, еще, еще чуть-чуть. Она приподнялась горкой и, наконец, коснулась розовой звездочки. Звездочка легла на дорожку прямо перед Вагиком, и он увидел, как она вспыхнула, растеклась по прозрачному песку и исчезла. А песок стал из вишневого розоватым. И всем стало спокойно. Игра сил продолжалась, мяч по-прежнему прогибался под ударами великанских ног и крутился, как волчок. Но путешественники этого почти не ощущали. Мяч сил крутился вокруг них, а они были в покое. Терпелюшка был уже занят следующим делом. Он захватывал руками воздух и приговаривал. «Нам нужно освободиться от меча сил. Свободы вокруг много, вот и из воздуха ее можно набрать. Только шелуху с ядрышек сдуть». Он набирал пригоршнями воздух, дышал на него, и воздух превращался в голубоватые искорки. Терпелюшка сцепал их в руки великому Воу, а тот соединял эти искорки в тончайшее голубоватое покрывало. Край покрывала великий Воу дал Вагику и отходил от него все дальше, увеличивая невесомую ткань в длину и в ширину. Когда терпелюшка и великий Воу решили, что покрывало получилось достаточных размеров, они вместе с Вагиком и Сознателем взялись за углы покрывала и все разом подбросили его вверх. Голубое покрывало взлетело и окутало волшебный вазок и всех, кто находился рядом. Кое-где оставались еще щели, но терпелюшка стал задергивать их, и все ему старательно помогали. Скоро они полностью оказались в облаке, вылепленном из свободы. Покрывало было совершенно прозрачным, и Вагик с изумлением увидел, как мяч сил при очередном своем прыжке отлетел в сторону от волшебного воска. Никто даже не почувствовал, как сквозь них пронеслась стенка мяча. Или они пронеслись сквозь налетевшую на них стенку, словно мяч стал бесплотным призраком. Ура! Волшебная дорожка снова тянулась по бескрайнему простору. Казалось, она подтягивается после того, как ей пришлось столько времени провести в скрюченном состоянии. А мяч сил прыгал, удаляясь все дальше, и поэтому казался все меньше и все безобиднее. Так и не увидел Вагик великанских футболистов. Но он не жалел об этом. Хватит! Он уже наигрался силами в их странную игру. Хотелось идти дальше, в свое волшебное путешествие. Все-таки у него уже целых два сокровища. Отыскать еще восемь, и тогда он сможет добраться до источника. Интересно, что же это такое источник? И снова цокало копытами белая лошадка Воленс по прозрачному песку волшебной дорожки. Уютно поскрипывал волшебный возок, и вслед за возком шел мальчик Вагик. Рядом с ним в воздухе плыл сознатель, а возле дорожки бежал песик Тузик, который полюбил Вагика и всюду следовал за ним. Так продолжалось их волшебное путешествие.